Здравствуйте, садитесь. Это наш последний лоб, который посвящен периоду управления Петра Первого. И, естественно, сегодня мы с вами будем говорить о периоде управления Петра Первого. Смотрите, вы на слайде сейчас видите Петра Первого. Скажите, пожалуйста, какие можно эпитеты подобрать, чтобы описать его. Каким он изображен? Великий. Еще? Мужественный. Еще? Сильный. Храбрый. Так, хорошо. Конечно же, все эти эпитеты мы можем применить к личности Петра Первого, соответственно. И, естественно, никто не будет спорить, что Петр Первый – это значимая фигура для истории России. И, конечно, если Петр Первый – фигура значимая, значит, и дела, которые он делал, будут какие? Значимые. Значимые. Значит, тема нашего ворота какая сегодня? Значение Петровских репортов. Правильно. Открываем тетради. Записываем, во-первых, число, да? На сегодня 10-е, 0-2-е, 23-е. Классную работу и тему нашего урока. Значение Петровских преобразований в истории страны. Значение Петровских преобразований в истории страны. Значение Петровских преобразований в истории страны. Я вам рассказала, что это у нас последний урок, посвященный управлению Кита-1. Значит, сегодня что мы будем делать с вами? Подводить итоги. Что будем делать? Мы изучили с вами много реформы, изучили с вами. Что у нас делать страны, это что значит мы будем делать? Обобщать материал, который мы с вами... У изучили в целом, да? И, естественно, что еще будем делать? Это свое мнение, да, нам нужно сформировать? По поводу личности Петра I и его реформы. То есть цель нашего урока какая сегодня? Максим. Обобщить изученный материал по периоду управления Петра I, подвести итоги и попытаться сформировать свою точку зрения на деятельность русского имера. Отлично. Но так как Петр I, как мы уже сказали, был таким императором? Таким великим, да, который внес большой вклад в историю своей страны. Соответственно, как любой великий человек, на него есть разный взгляд, да, на его реформы? Не все же относятся к нему положительно. Есть какие еще? Тути, которые не принимают, да, его реформы. Которые относятся к нему отрицательно к его реформам. Соответственно, проблемный вопрос нашего урока. Лёш, какой у нас будет этот проблемный вопрос? Почему отзывы деятельности Петра Великого уже более двух веков вызывает споры историков? Да, представляете, у нас Петр I жил уже более двух веков назад, и до сих пор историки спорят. Какой он? Хороший или плохой? Сделан Россию великой или наоборот, так сказать, привел ее в упадок? Но прежде чем ответить на этот вопрос, мы с вами должны подумать, какие же задачи стояли у России в самом начале правления Петра I. Какие он ставил перед собой задачи, как вы думаете? Ну, наверное, нужно к Балтийскому морю. А вот если покрупнее взять? Выход к Балтийскому морю, чтобы было хорошо. Чтобы его получить, что нужно сделать? Заезжать на Усть-Историю. Армию постоянную. То есть, что нужно сделать? Диспорию. Нужно укрепить что? Обороноспособные стороны, да? Да. Вот мы сегодня с вами будем работать таким образом. Рисуем рыбу. Метод называется Fish and Ball, да? Рисуем прям рыбу с головы. За мной рисуем. Скелет, да? И хвост. Прям настоящую рыбу рисуем? Будем ее в ходе урока заполнять. Как вы думаете, что у нас будет в голове рыбы? У нас тема какая сегодня, да? Реформа. Реформа, да, пишем правильно. Петровские реформы. Это у нас будет голова рыбы. Петровские реформы. Это мы напишем в голове. Сверху, да? У нас будет как бы косточки. Сверху мы будем писать цели, которые, да, стояли перед Петровым Первым. А внизу мы будем писать, как он их решал. Вот первая задача была такая, мы уже сказали. Нет. Укрепить. Да, пишем. Первая косточка – это укрепить обороноспособность страны. Укрепление. Можете сокращать. Обороноспособность страны. Да? Чтобы полностью нам не писать. Укрепление обороноспособности страны. Ну и какие же реформы Петр Первый провел для укрепления обороноспособности страны? Рекрутская повинность. Правильно. Молодец, Сережа. Пишем. Пишем. Рекрутская повинность. А еще, он же не одна реформа, правильно? Правильно. Что еще можно назвать? Правильно. Пишем. Пишем, знаете, вот прям здесь же, да, можете сверху писать. Пишем создание плота. Создание плота. Давайте, да, смотримся. Дальше. Что еще? Кроме укрепления обороноспособности страны, что еще нужно было Петр Первым? А вот, смотрите, давайте так, для укрепления обороноспособности страны, чтобы создать сильную армию, да? А что нужно? Деньги. Деньги. Правильно. Значит, что у нас следующее будет? Катер? Деньги. Преодоление экономической отсталости, да, в России. Пишем следующую кость, да, рисуем? И пишем преодоление экономической отсталости. Преодоление экономической отсталости. Выставим? Да. Хорошо. Что сделал Петр Первый, чтобы преодолеть экономическую отсталость? Ну, введение множества налогов. Ну, вот Миша сказал реформа. Какая реформа? Какой Петр Первый провел реформу? Нет. Если это связано с финансовыми экономической отсталости, да, с экономикой? Нет. Денежная реформа. Правильно. Рисуем костюмы мне, да? И пишем денежная реформа? Денежная реформа. Какую политику? как можно вообще охарактеризовать экономическую политику петра первого такими двумя терминами мы с вами обговариваем первый а он касается купцов которые наших которых поощряли петр первый их поощрял как называется политика поощрения меркантилизм это немножко другой но тоже иначе это политика на что направлены это полиция направлен на удержание денег стране да что что в деньги как можно денег удерживать стране а также называется политика которая вот поощряла наших купцов а правильно давайте мы сюда же напишем до проведения политики проведения политики протекционизма и конечно же через запятую да пишет тоже меркантилизма так хорошо следующее а вот петр первый смотрите флук построил до экономика стал развивать что ему нужно сделать еще для успешного правления вот например иван 4 он создал игру номера а вот это первый учреждение не совсем что нужно сделать петр первый он же совсем такой большой страной один вывод все правильно говорить что-то в целом как называется создание там сената что еще коллеги до предупреждения как то можно сказать по другому как называется этот сенат до это правда сашного управления поэтому с вами сделать структурировать до структурировать аппарат из нас направление правильно давайте напишем следующую посту надо вверх и пишем структурирование аппарата государственного управления конечно же нужно быть помощники чтобы было четко все структурировано четко было что четко отдавались команды четко принимают спектакль соответственно структурирование государственного аппарата управления на какие же реформы можно назвать даже коллегии правильно пишем пишем учреждение коллегии учреждение коллегии правильно пишем здесь же пишем создание создание сената создание сената какой он издал указ в 1722 году который четко закреплял таким образом будет наследиться правильно пожалуйста запишите сюда же указ о престоле наследие ну и последняя наша косточка последняя цель которая сделала петром первым армию реформировал государственный аппарат структурировал что еще делал экономику да экономику развивать а вот повседневную жизнь нужно же тоже как реформировать чтобы люди эти реформы которые проводил в армии в экономике чтобы они поддерживали там нужно изменить что нужно изменить решение человека правильно ну значит что какой стирок была реформа реформа образования и даже кучу культуры да давайте напишемся реформа реформирование последний кость назвать реформирование образа реформирование культуры и образование давайте какие реформы были проведены то какие вот так сказать для просвещения народа самое простое чтобы людей заставить не доставить чтобы дать возможность читать то нужно сделать чтобы люди чтобы не могли читать прийти и почитать спокойно библиотеки и что еще давайте хорошо напишем открытие библиотек да открытие библиотек если человек хочет кроме того чтобы почитать да он хочет еще и наглядно смотреть музей правильно ну скамер конечно давайте напишем открытие 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 в музее открытие музей мы давайте уже поговорим что еще вот он такой сделал значимого для образования для светского образования что у нас раньше у нас люди писали как накид что он взял что шрифт который отличался вот предыдущий такой же так ну что мы с вами теперь ответить просто такой вопрос я уже вам говорила так что у нас есть плюс и минус судьба управителя и вот сейчас нам у нас такая с вами задача найти плюсы и минусы и посчитать да что было чего было больше тетрадки открывающим страничку да делим ее на две части и пишем один столбик это плюс один столбик это плюс второй столбик это минус будет мы будем находить плюсы и минусы давайте пока у нас миша стирает мы уже начнем с накидки идей для давать начнем с плюсов их мне кажется проще найти никто уже перечислил тем более правильно создание регулярно не фото молодец пишем в плюсы создание регулярной армии фото что еще вот связано что создание флота вот флот он создал на и соответственно для чего для чего ему нужен был флот то для завоеваний ну хорошо для завоеваний а к чему эти завоевания привели а к выходу правильное значит второй плюс это что получение выхода балтийского моря правильно и получение выхода так хорошо такие же плюс можно перечислить много распространение что распространение образование да давайте можно написать да да давайте напишем по цифру к 3 это просвещение просвещение народ напишем да хорошо а вот смотрите это первый здесь не пожалуйста самого его ближайшего соратника которым меньше 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 он был стоп он был на ты человек меньше не стал стал он стал а я была начальника он был лет хуникум на конюшной работе то есть он совершенно не знатно и в принципе да вот до петра первого он бы не имел каких шансов подняться наверхушку что он сделал для того чтобы простые люди могли правильно пишем циферка 4 до это принятия принятие табеля орангах говорили политик проводил ну хорошо экономическую атаку еще вот экономическую как можно охарактеризовать и протекционизма и меркантилизма и меркантилизма естественно что положительно сказывал на экономике страны что было выгодно нашим купцам а создание регулярной армии записали да структурирование госпирата нет не записали пропустили конечно же он еще структурировал же госаппарат давайте мы с вами запишем еще один блюд уже мест не хватает структурирование структурирование государственного аппарата мы с вами говорили да перечисляли реформы которые способствовали получение выхода бухгалтерского мэра мы написали табель рандом написали открытие школ и музеев это у нас устранение грамотности да в принципе просвещение так все написали отлично теперь переходим к минусам какие же были минусы то введение новых налогов правильно а почему он вводил новые налоги конечно же Петр Первый он ввел постоянные войны да у нас естественно для этого нужны деньги пишем первый минус это рост налогов рост налогов что еще какие еще минусы вот они связаны с армией какие еще были минусы вот мы сказали что создание регулярной армии реформа была какая значит порядок должно обязательно служить да пожизненная служба конечно же это не нравилось да людям пожизненно служить в армии поэтому это был минус пишем второй минус да это пожизненная служба в армии пожизненная служба в армии пожизненная служба в армии так хорошо еще он искоренял исконно русские традиции правильно то есть он ломал да наши русские устойки которые складывались яками давайте мы с вами напишем как мы с вами напишем это отлично только нам нужно же с таким негативным натяжком правильно написать как нам лучше сформулировать может быть культурный раскол нации да или общество у нас же получилось что деревня реформы которые пройдут все это первое они же не отразились так сильно на местных жителях на жителей крестьянах да он же больше проводился отбрать свои формы поэтому пишем культурный культурный раскол культурный раскол общества культурный раскол общества хорошо что еще можно сказать если мы вспомним с вами строительство Санкт-Петербурга да большие жертвы насильные насильные еще не христиан правильно давайте мы с вами запишем огромные человеческие жертвы да огромные человеческие жертвы при строительстве при строительстве при строительстве городов каналов и так далее да и так далее там же крестьян насильно да сгоняли строить там были совершенно человеческие условия для работы так далее хорошо а теперь давайте мы с вами проверим минусы по жизни тут вы назвали в армии? да розналогов назвали? да так огромные человеческие жертвы тоже сказали и культурный раскол нации конечно а теперь давайте вспомним о чем давайте мы с вами подумаем какие вот из перечисленных нами из всего выше перечисленных реформы плюс и минус в какой сфере реформы хитра отразились наиболее были более болезненными для общества для людей культурный раскол конечно потому что хорошо армии реформировал хорошо экономику он там тоже стал развивать но вот жизнь быть людей это самое такое болезненное было для них так хорошо и как вы думаете что делали с тем кто не поддерживал петра кто не соглашался к ним которые менялись репрессии различные а какой еще мы знаем период в истории когда у нас тоже были активные репрессии против людей которые не соглашались с властью мы еще этот период не проходили прям такой яркий период 30-е годы конечно это направление Сталина да? и как вы думаете почему я в этом заговорила? потому что у нас назвали да у нас проект да родная речица 1-й километр как раз как а ком он? а сезон которые были созданы да деятели культуры которые притерпели репрессии но несмотря на это что они продолжали писать да говорить высказывать свое мнение так хорошо а теперь давайте вспомним какой же у нас был вопрос-то в начале урок я вам вставила какой вопрос проблемный Петр Первый в дискуссии да у нас идет до сих пор хорошим или плохой вот некоторые вы наверное слышали что Петра Первым называют антихристом люди считали люди которые жили при Петре Первом они считали что это пришел антихрист который губит православие да губит наши русские традиции обычаи и так далее да а некоторые наоборот считали что Петр Первый это великий реформатор который несет стране только лучшее что он выведет так сказать нашу Россию да в число ведущих европейских стран и в связи с этим естественные историки да разделились на две части как мы уже с вами говорили которые считают что Петр Первый это реформатор религии и те которые считают что Петр Первый это душегуб и антихрист а сейчас мы с вами поработаем в группах первая группа будет да вот за это Яромир Саша Сережа и Ирина и вторая группа будет Даша Максим Миша Леша и Рома я вам раздам сейчас мнение историков вам нужно будет привести два аргумента в подтверждение данного мнения да смотрите вы пожалуйста развернитесь друг другу чтобы вам удобнее работать запишите аргументы к себе в тетрадочку на листочку куда-нибудь два аргумента вам нужно привести в подтверждение данной точки зрения напиши запишите их только чтобы не забыть да это не если вы найдете больше можете больше записать вас в этом не граничит но О, ммм, да два за что-то возьмем, да? Продолжение следует... 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 Теперь вам нужно в голове сформулировать своё личное отношение к Петру Первому. Как вы лично относитесь к нему? Как вы считаете, было больше хорошего, то, что он сделает, или больше плохого? Максим, как ты считаешь? Мне кажется, больше хорошего, потому что он сделан всей великой державой после тяжёлых восьмидного времени. Пока династия Романовых поднимала с колен разрушенную страну, а Петр смог сделать новые реформы и просвещать народу. То есть он его ввел на новый уровень, да, совершенно? Так, Кирилл, может, ты тоже? Ну, я отношусь к нему довольно хорошо, потому что он, опять же, вёл такие... Ну, раньше нас особо и не знали в Европе, а сейчас мы уже вышли на новый уровень, и европейцы уже знали, что есть какая-то Россия, а не какая-то Московия. То есть мы подняли свой престиж среди европейских государств. Но, конечно, были и минусы, но я считаю, что Пётр Первый, он всякий великий реформатор, в первую очередь. То есть он создал империю, да? Империю именно создал. Яромер, может, ты тоже? Да, я хотела. Ну, я считаю, что, в общем, Пётр Первый, он очень хороший император, так как он вёл множество важных реформ для России, в частности, флота, я бы сказала, одно из важнейших. Но, к примеру, введение налогов, как там на бороды или на карель и серые глаза, то, что вообще, в частности, от людей не сильно зависит. Это, я считаю, плохо. Помните, у нас ещё были, да, вспоминаем наши такие мини-доклады по вовастаниям, да? На башкерское. Башкерское восстание, да, восстание старообрядцев, которые были очень жёстко подавлены, да? Так, хорошо. Может, ты что хочешь рассказать в своём мнении? Вот, Алексей. Алексей, расскажи нам. Ну, для государства Пётр Первый сделал очень много хорошего, а вот для народа поменьше. Скорее, больше плохого. Так, спасибо. И давайте мы с вами оценим нашу работу сегодня на уроке. Как вы считаете, как вы работали на уроке сегодня? Хорошо работали. Хорошо работали, хорошо. О, Серёжа, а что тебе запомнилось больше всего? Я запомнилась. Такое самое яркое какое-то, что осталось, да? Рыбу рисовали. Рыбу рисовали. Так. Рыба-то у нас из чего состояла? Там же не просто рыба была, правильно? Ну, голова, хвост, мистила. Кость. Так, а кто нам расскажет немножко про рыбу? Хорошо. А кому ещё рыба запомнилась? Ну, так. Лёш, а тебе что запомнилось? Если не рыба, что-нибудь другое? Мне рыба не запомнилась, потому что там кости берут. Так. А что запомнилось? Всё, запомнилось. Ну, хорошо. Тогда Миша, твой сосед. Что Миша запомнилось? Мне запомнилось, как мы работали в команде и выводили общий вывод. Угу. Это важно, да, работа в команде и, так сказать, умение договариваться, сотрудничать с друг с другом. Так, хорошо. А теперь давайте я раздам кусочки небольшие. И вы мне отметите плюсиком, если вы относитесь положительно к деятельности Петру Первому и к Петру Первому лично. А если вы относитесь отрицательно, ставите минусик. И потом подойдёте и положите две стопочки, да, одна стопочка будет минусом, а другая плюсом. Таким образом, мы с вами узнаем мнение каждого участника и посмотрим, какого же мнения вы сами придерживаетесь, да, положительного отношения к Петру Первому. Вы неотрицательны. Вы пишите или плюс, или минус. То есть, если вы относитесь к Петру Первому положительным, то пишите плюсом. Если отрицательно, больше, как бы, для вас, да, негатива, то вы пишите минус. Понимаете? Да. Давайте теперь прям по одному кладём в одну стопочку минус, а другую плюс. Проверяйте. Угу. Все положили? Вот смотрите, да, все плюсы, да, получились практически? Ну, подошли ещё. Все плюсы. То есть, все по большей части относятся к Петру Первому больше положительным, чем отрицательно, да? Ну, и последний этап нашего урока, да, это домашнее задание, конечно же. Итак, это первое домашнее задание, это подготовка к контрольной работе. Это первая часть. Подготовка к контрольной работе. Так, и вторая часть домашнего задания будет на рассуждение. Вам нужно будет написать небольшой эсэ, ответ на вопрос. Ответ на вопрос. Оправданы ли, оправданы ли такие жертвы? Оправданы ли такие жертвы? То есть мы говорим, да, о тех людях, которые пострадали от репрессий. От жёстких политических терапевтов. Всё, спасибо вам большое за урок. Можете мне уже читать. До свидания.